Дорогие мои друзья и подписчики, вот мы сегодня с вами в Алма-Ате решили посетить Зеленый базар. Для тех, кто не знает, расскажу, что в детстве, когда я рос в городе Бухари, недалеко от меня был тоже Зеленый базар. И, конечно, название Зеленый базар сразу же привлекло мое внимание. Я попросил привезти меня сюда, чтобы мы погуляли по нему. И я еще раз прочувствовал свое детство, но уже на Алма-Атийском Зеленом базаре. Так, что мы здесь видим? Ну, давайте начнем. Будем ходить по рядам. Вот здесь, пожалуйста, все пронумеровано. У каждого прилавка свой QR-код. Вот ребята, которые продают... Здравствуйте! Ютубер? Да. Здесь можно, Ютуб можно. Занимайте, пожалуйста. Угощайте, пожалуйста. Можно? Можно. Угощайте. В гости, в гости. Можно? Дадья. Спасибо большое. Это пекан. Спасибо большое. Это очень хорошее. Девушка. Спасибо, очень вкусно. Приправа не надо? Как вы понимаете, ребята, которые торгуют приправой, сухофруктами, они, конечно, узбеки. От этого никуда не уйти. А там, где узбеки, там и, конечно, сразу узбекские лимоны. Ну, смотрите, какая красота, как все это прекрасно. Ну, значит, я здесь не первый ютубер. И поэтому никто нас отсюда не прогонит и ни слова нам не скажет. Вот, смотрите, соленья здесь, приправы сейчас. Здесь смотрим, какие вкусные корейские салаты. Кто на постсоветском пространстве не знает, что такое корейские салаты. Какие они вкусные, прекрасные. Без них жить невозможно. Вот, пожалуйста, курт. Курт – это такие соленые шарики. Тоже лакомство определенное. Ну, здесь начинается. Вот, пожалуйста, кумыс. Пойдем в направлении к кумыслу. Здравствуйте. Вот, смотрите, наливает вкусный кумысл. Спасибо большое. Давайте попробуем. Смотрите, какая вкуснотища. Прекрасно. Освежает. Чистый мед. Я же записываю. А ты пей. Отлично. На вкус. Прямо здесь написано, сразу, кумыс, шубат, курт. Восточный салат. Ну, их вызываем. Корейские. Какая вкуснотища, знаете. Прекрасно. Здесь у нас мясной ряд. Сейчас мы дождемся. Вот, смотрите, козу потом надо варить. Прекрасно. Вот, пожалуйста, печень. Чистая, как говорится. Не пропитая. Как бы сказали некоторые. Куда идем дальше? Есть одна идея. Пойти вот туда, вот, наверх. Так. Сними. Туда. Бешбармачная. Идея на миллион. Но давайте экскурсию закончим. И потом пойдем. Говяжий язычок. Тоже такой деликатес. Мясо. Что это? А что это такое? Карын май. Нет, а что такое? Это в желудке масло выдерживает. Масло выдержанное в желудке. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Вот такое, салоноват. Очень мне напоминает по продвинутости Китай. Везде QR-коды на оплату. Каспием. Это прям очень круто. Очень-очень круто. Еще раз повторю, что Казахстан, конечно, по цифровизации идет вообще семи минными шагами вперед. Вот фрукты, овощи здесь. Все ряд, все есть. Смотрите, черешня, какая красивая. Просто вот. Спасибо. Красота. Просто красота. Просто ешь и плачь. Вот. Кра, пожалуйста, продается. Рыбка здесь. Настоящий зеленый базар. Конечно, не тот самый. Не советский. Но он также прекрасен. Ибо здесь у всех есть свой продавец, с которым уже выработаны отношения дружеские, человеческие. Вот вы с ним вырабатываете. И он специально для вас дает все самое отборное. А вы верите в то, что вы у него один такой на всю жизнь. И только для вас он всегда придержит свежий товар. Вот. А всем остальным будет отдавать тоже свежий товар. Но он не такой свежий, как для вас. Хлеб. Ну вот, конечно, вот оно. Вот оно. Плач, плач. Танцуй, танцуй, Козы. Будешь пробовать? Конечно, с удовольствием. Здрасте, здрасте. Спасибо большое. Надо чуть-чуть попробовать. Ммм. Есть еще вареное. Кусли? Чистый мед. Канину вот такую вот. Какая вкуснотищая. Да я. Теперь смотрите, вареная Коза. Ой. Смотрите, какая красота. Боже, что мы. Кази вареные. Первая была Коза копченая, которая фруктовая. Теперь Коза вареная. Обе очень вкусные. Но копченые хранятся долго. А вареные тоже вкусные, нежные. Но она безвкусная. А она на переборку не соль. Давайте. Теперь Жаин попробуй с каниного кора. Катер будет немного. Жаи, аляшка каниного кора. Дорогие подписчики. Место номер 311. Катя. Катя. Вот смотрите. Большими буквами написано. Есть Катюша, которая всех бьет ракетами. А есть Катя, которая всех бьет колбасами. Катюша ракета. Теперь смотрите. Сыра варена канина. Вырезка внутреннего мяса канины. Ее гранатом саху малинует. Потом суши. Тут помягче есть еще по суше. Дайте мне по суше. Суши. И еще в колбасном виде сухой. Отдельное спасибо Юлии за то, что вас сюда привела. Я же тебе все купила. Да, да, да. Давай, Дики, ты вот посуши меня. Спасибо. Канина колбаса еще с зерой бывают. Такой понравился? Вот такой понравился? Нет? Спасибо. Сыра состав очень вкусный. Измерение колбаса. Теперь куриная колбаса с черносливом. С черносливом даже? Боже мой. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока здесь покупают и продают, мы с вами еще пройдемся, пока я не набрал себе еще килограммов. Какая красота. Здесь, пожалуйста. Икры какой только нет. Рыба. Себас. О, корченая рыбка. Боже, что ли. Пил бы я пиво. Купил бы сейчас рыбки вкусные. Но. Красота какая. Собес, пожалуйста. Купил. Ханина. Как все колоритно и прекрасно, смотрите. Греческая еда здесь есть. Большой поверем именно у Канины говядину, баранину и Канина тоже по совокупной площади. Греческая еда здесь есть. Греческая еда здесь есть. А вот теперь, дорогие друзья, вместе с вами поднимем голову. Я буду делать зум и, конечно, пожалуйста, тюльпан. Голландские блины на зеленом базаре. Как символично и прекрасно. Денис Викторович, смотрите наверху тюльпан, голландский дом блинов. Они и до отсюда добрались. Кстати говоря, недалеко прямо от зеленого базара находится знаменитая фабрика Рахат Шоколадный. В этот раз мы, к сожалению, не успели, но я думаю, что как-нибудь мы договоримся и тоже поснимаем там контента. Куда же без цветов. Вот, пожалуйста, цветы. Горшки. Посмотрю. Орхидеи. Все интересно. Так. Куда идем? В Бешбармачную? Пойдем, да. В какую сторону? Без разницы. Пойдем с вами в Бешбармачную. Посмотрим, что из этого выйдет. Здорово, молодой человек. Жалко, очень жалко, что видео не может передать полноценно. Все запахи, которые здесь есть, именно запахи такого счастья, потому что еда это всегда счастье. Пойдем дальше. Разница. Арбузы пошли. Накин. Вот, ракалка, ракалка, сон. Мало было. Мой любимый сюдерей и брокколи даже здесь есть. Сейчас мы с вами дойдем до вещпармачтой и я продолжу дальше вам все это показывать. Дорогие мои подписчики и друзья, мы с вами сейчас все еще находимся в Алма-Ате на зеленом базаре. Вот поднялись на второй этаж в бешбармачную, но прежде чем мы приступим к трапезе, я бы хотел отметить очень важный момент. Что люди когда говорят, что у нас с маркетингом, со всеми делами очень плохо, вот здесь на зеленом базаре есть, например, медицинский центр, есть студии красоты, есть массаж, есть аптека. А все почему? Потому что люди, которые здесь работают, у них тяжелый и непростой труд. И для того, чтобы у них все было хорошо, надо, чтобы они всегда себя держали в форме. Но теперь от людей переходим к нам. Здесь у нас теперь за столом следующие блюда. Мои любимые баурсаки, вот мои любимые баурсаки. Но сегодня я их попросил с каймаком, вот сейчас буду дегустировать, вам покажут. Конечно, это свежий салатик, куда же без него. Конечно, это только что я вас всех триггировал темой корейских салатиков. Вот они, пожалуйста, здесь. Конечно же, у нас прекрасный чай. Чай прекрасный, такой колоритный пиалушечки. Посмотрите, у нас прекрасный чайник, эмалированный. Наверное, все, у кого были бабушки, а бабушки были у всех, они помнят эти эмалированные чайники. Ну и, конечно, король королей. Специальный бешбармак с копченым мясом, с картошечкой. С вяленым мясом, простите. С картошечкой, с тестом, которое, наверное, по своему вкусу не уступает Мишлену, а по своей прозрачности промокашки. Но я попрошу своих друзей и уже даже родственников заснять, как я буду вам рушить нервную систему. Приятного аппетита. Давайте попробовать. Чтобы попробовать, мы начнем, конечно, с баусаков. Смотрите, вы просто не представляете, насколько они тепленькие, вкусненькие, вкусно пахнущие. Вот, посмотрите. Это же просто с ума сойти. И вот здесь мы окунаем их в каймачок, вот так вот. Каймачок. Не жалеем его, не жалеем, не жалеем. Вот, смотрите. Сейчас будет... Чистый мед. Просто чистый мед. Но теперь... Теперь. Конечно, это... Корейские салатики, смотрите. Их надо есть как итальянские спагетти, но это вкуснее. Чтобы ума все никогда в руки не болели. Настолько вкусно. Ну и, конечно, конечно... Сейчас попробуем тесто этого бешбармака. Сделаем вот так. Друзья мои, когда вкусно, тогда вкусно. Попробуем кусочек мяса. Картошечку. Друзья мои, помните, только дефицит калорий приводит к похудению. Поэтому ешьте, пейте и считайте калории. Всем вам желаю замечательного дня. И всех вас обнимаю. Помните, Алма-Ата это самый прекрасный город на планете Земля. Друзья мои, тут возникло неожиданное экстра. Мы прошли через вещевой рынок. И здесь еще есть место, где вообще все сумасшедшее. И вкусное, и только овощи, и только картофель. Какой, смотрите, красивый. Я не могу вам не сделать экстра-бонусное видео и не показать, как здесь все это прекрасно происходит. Кстати, я заметил, что здесь очень много стало китайской речи. Это, наверное, очень хорошо. Смотрите, помидоры бакинские. Смотрите, бакинские помидоры. Супер вкусные, супер сладкие. Тыква нарезанная. Рис, зелень. Господи, как же мы про это место-то не знали. Розовые, помидоры. Тоже написано, что бакинские. Тоже написано, что очень вкусные. Здесь, кроме этого. А помните, друзья мои, везде я вам показываю вывески. мир обуви, мир кубиков, мир мебели. Ну и, конечно, сейчас выходим на новый уровень. Пожалуйста, мир сухофруктов. Вот он. Весь ваш мир сухофруктов. В отличие от мира мебели, звучит практически как имя и фамилия. Мир сухофруктов. Вот. Если я мир бахрамов, а здесь вот, пожалуйста, мир сухофруктов. Какая здесь красота, боже мой. Вот, смотрите, маракуйя. Премиум квалити. Манго, кубики, бананы. Какие хочешь? Какая вкуснота. Смотрите, ой, персики пошли. И черешня какая. Вот это да. Здрасте. Смотрите. Какая красота. Клубника. Чистый мед. Такое вам экстра бонусное видео. Насколько этот рынок меня еще поразил тем, что еще есть у него один. Это аж я-то думал, все. А тут, смотрите, супер клубника. Очень-очень слад. Вкусно. Очень вкусно. Еще день.